Мусорная реформа, необходимость которой десятый месяц к ряду обсуждает вся страна, оставила в сердцах жителей трех деревушек под Талицей глубокие душевные занозы. Местная почтальонша доставила на днях пеньки в Чернова и Паркникова, кроме привычных писем, 148 мусорных квитанций. По Талицким деревушкам моментально поползли зловещие слухи о том, что коммунальщики из Талицкого филиала ЕМУП спецавтобаза регионального оператора по вывозу ТКО, не намеренно, конечно, по ошибке, вписали в списки должников мертвые души, притом мертвые не в гоголевском понимании. В каком писании писано, что человек 10, 15, 20 лет нет, а мусор ему квитанции выписались? У Татьяны Жангеровой матушка жила в деревушке Пеньки. 7 лет назад старушка умерла, а на днях Татьяне Пталицу позвонила деревенская почтальонша Нина Лишкевич и сообщила о мусорной квитанции, которая была отправлена по почте в адрес ее покойной родительницы. Вскоре женщина узнала о том, что она в этом печальном смысле, увы, не одинока. Да, звонили, плакали, что вот допустим, как вот так, вроде бы, муж там умер два месяца назад, вот ему квитанция, это знаете, это заново все пережить, вот человеку, это тяжело. Поэтому я считаю, что вообще ситуация, я даже не знаю, как ее прокомментировать. По словам Татьяны, родственники покойных жителей итальянских деревушек вынуждены теперь оббивать пороги коммунальной службы, толпиться в коридорах, ожидая своей очереди, чтобы доказать, что их родственники – покойники, и начислять им платежи за вывоз мусора по меньшей мере некорректно. Предоставляйте соответствующие документы, доказывайте, что ваших родственников нет в живых. Люди занимают очередь в офис в 6 часов утра, народу очень много, попасть практически невозможно. 81-летняя Августа Терентьевна, старушка из деревни Чернова, в ходе очередных говорливых посиделок на Забалинке, очень эмоционально доказывала горожанам, что вывоз мусора для деревни – это вообще едва ли не природная аномалия. Бутылки я никакие не покупаю. Кофе, пакетик купила я, в бутылочку высыпала, этот пакетик в печку. Чего я понесу? Мусорницу трубку. Коровушку держим, у нас навоз тоже он складирован, мы тоже на огород. Кстати, из трех соседских деревушек под Талицей, лишь в пеньках на центральной улочке, после мусорной реформы появился контейнер, который местные старушки не особо жалуют. А вы мусорником пользуетесь вот этим, мусорным баком, который поставили? В один или два раз уносила в пакете. И все, да? И все. Это за четыре месяца? Да. Почтальонша разнесла по нужным адресам долговые квитанции за вывоз мусора. И бумажки те, к слову, вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Они меня ругают, они меня посылают далеко и без пересадки. Но я им все равно отдаю, вот здесь это еще не все. Я очень много отдала родственникам, я говорю, разбирайтесь, поезжайте сами, я то что могу делать? Они мне начинают, да почта России опять напечатала, и пошло, и поехало. Впрочем, даже это были лишь цветочки, ягодки пошли. Когда десятки местных жителей, для которых первый блин мусорной реформы комом вышел, помчались в райцентр за 60-70 километров, в обособленный офис регионального оператора на улице Ленина. Здесь началось натуральное вавилонское столпотворение, которое боком вышло конторам по соседству. В частности, фонд соцстраха, не то что посетители, даже работники с боем прорывались. Но в понедельник утром я даже зайти на работу не смогла. Здесь полностью все было занято. Весь коридор, вот до этих дверей, в два ряда стояли люди. Меня не пускали на работу, мне заблокировали двери. Я буквально доказывала, что я здесь работаю. Работница таллицкого филиала, ему спецавтобаза Ольга Маслова, приезжим журналистам была не рада. И отсылала их куда подальше. В смысле в Екатеринбург, на Посадскую, в головной офис. Вы нам можете объяснить, вы работаете здесь на месте. У вас целая очередь людей, которые недовольны тем, что мертвым приходят. Все вопросы Екатеринбург, Посадская, 3. До свидания. К слову, сотрудник головного офиса рекоператора Алексей Бланков, ссылаясь на федеральное постановление, уверял, что это не их ошибка. О том, что квитанции за вывоз мусора отправлялись мертвым душам. Дескать, собственники жилья или сами или через родственников должны были сообщить в ресурсоснабжающие организации о смерти мусорного плательщика. Деревенские возмущены тем, что коммунальщики не стали актуализировать свои списки через сельские управы. Потому и досадные ошибки вкрались в бумаги. К слову, начальник Нижней Катарачской сельской управы Андрей Дейхин В комментариях журналистам уверял, что региональный оператор обещал не присылать квитанции за вывоз мусора в таллицкие деревушки, в которых меньше 40 жителей. Но слово свое не сдержал. Впрочем, сейчас важнее не то, кто виноват в некорректной актуализации списков мусорных должников. А что же делать? Спецавтобаза обещает подкорректировать списки домовладельцев в ходе выездных рейдов. Одно условие. Сельская администрация в нужный день должна предоставить приезжим специалистам в управе стол, стул, компьютер и сканер. И Вавилонского столпа творения, по их словам, в коридорах больше не будет.